Всем привет, друзья! С вами Джон Кармилицин, это 64 выпуск CG новостей с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вы устраиваетесь поудобнее, а я расскажу, что у нас сегодня в выпуске. Unity запустит 3D платформу для спортивных трансляций. Epic Games согласен на NFT в играх, обновление Arnold 7.0, рост производительности Redshift в Apple Silicon и бесплатный интерактив Spline Design. Во-первых, короткая новость по Блендеру. Blender Cloud переименовывается в Blender Studio. Компания решила поступить именно таким образом, потому что было очень много путаницы с управлением и контентом. Если у вас была подписка, не переживайте, все сохранится, просто будет другое название. А вот следующий вопрос, что будет с сервисами Blender Cloud? Они пока остаются, так как альтернативы еще нет, но заметьте это пока что. Все разъяснения по ссылочке в описании. Epic Games с недавнего времени открыты для игр, использующих технологию блокчейн или NFT. Конечно, есть некоторые ограничения, но они готовы оказать помощь начинающим разработчикам, в отличие от того же Valve Steam, который отказался размещать вообще что-то связанное с NFT. И вот в противовес их решению генеральный директор Эпика Тим Суини заявил, что они наоборот приветствуют инновации в области технологий и финансов. Конкуренция иными словами, хотя буквально в прошлом месяце Суини критиковал блокчейн и отказывался от NFT пространства. Конечно же, в сети это не осталось без внимания и в результате чего Суини пришлось разъяснять всю ситуацию. По его словам, это касалось только собственных разработок Epic Games и никак не затрагивало сторонние продукты, размещенные в магазине. Посмотрим, во что это выльется. Понятно, что игры должны, именно должны будут соответствовать всем финансово-правовым нормам и тому прочее. Только вот как это будет реализовано, пока не ясно, у меня очень херовое предчувствие. Намечается что-то серьезное, так что заметьте, даже крупные компании сомневаются в репутации NFT. А вот Reddit пошел дальше и походу планирует создавать свою торговую NFT площадку. Такие слухи пошли после публикации соответствующей вакансии. Компания ищет старшего инженера, в обязанности которого будут входить проектирование и создание серверных служб для реализации цифровых товаров с поддержкой NFT. В сфере разработки специалист должен обладать опытом более 5 лет. А еще очень важно иметь предпринимательский дух. Ну и это не все требования, их там намного больше. Информация по этой и другим вакансиям по ссылочке в описании. И опять же, ребят, не заигрывайте с этим NFT. То есть потратите опять там по 15-20 тысяч и будете сидеть на хере с маслом. Пусть якобы крутые художники занимаются, им как бы терять нечего. Да и мало вероятно, что они что-нибудь да не продадут. Но если хочется потратить все накопившиеся деньги родителей на поездку в Гарвард, то, конечно, почему бы и нет. Apple представили новые процессоры M1 Pro и M1 Max в своей линейке Apple Silicon. Поставки должны начаться в этом месяце в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых ноутбуках Apple MacBook Pro. Но нам особо это не интересно. А вот что касается производительности вашего любимого софта, то компания обещает, что по сравнению с предыдущим поколением будет увеличение аж в 4 раза. И чтобы это доказать, они сравнили работу некоторых совместимых программ, включая Cinema 4D, Photoshop, Premiere Pro и Redshift. Если верить в их данные, то рендеринг Maxon Cinema 4D с Redshift с чипом M1 Pro станет до 2,5 раз быстрее. И до 4 раз с чипом M1 Max. Только вот по сравнению с каким предыдущим поколением не ясно. Может они вообще сравнивали с процессорами AMD. Причем тут только процессоры, вообще понять не могу. Причем тут Redshift? В общем, все технические характеристики по ссылочке в описании. Нам тут отправили крутую программу Spline Design. Идет она для создания 3D-шек, как в Cinema 4D, но с интерактивом. Подойдет для наполнения сайтов различными приколдесными модельками. Согласитесь, для своего стиля визуал офигенный и выглядит довольно приятно. А самое интересное, работает это все через браузер. Дизайнеры, берите на заметку. И смотрите, их сайт продает уже с первого приветствия. Вот эти фигурки крутятся во все стороны. И главное, ничего не тормозит. Ссылочку оставили в описании. А сейчас совершенно по секрету. Хотим поделиться с вами закрытой информацией о российской компании Твори. Сейчас они готовят к выпуску новый VR-продукт Shapes XR. Это инструмент для совместной работы над дизайном. Создание прототипов AR и VR-контента и прототипов взаимодействия с продуктами в реальном мире. На сайте уже сейчас есть открытая бета, которую можно попробовать, конечно, если в наличии есть Oculus Quest. Уже практически все готово к полному запуску. Huawei объявила о своем новом виртуальном инфлюенсере с искусственным интеллектом. Презентация состоялась на ежегодной конференции Connect Conference. Нового сотрудника компании зовут Юньшэн. Она одна из самых автономных персонажей из имеющихся в мире. По официальным сообщениям Юньшэн, Юньшэн, не знаю как точно, максимально свободна. Она умеет думать, говорить и совершать некоторые движения в режиме реального времени. Однако это не первый виртуальный представитель компании. У Huawei есть еще Люся или Лесар, да, которая к сожалению не обладает такими высокими качествами. И все действия за нее совершает человек. Во многом она схожа с другим не менее популярным инфлюенсером Лил Микелой. Интересно, кстати, почему Микела до сих пор не была обучена искусственному интеллекту. Ведь она вышла на рынок очень-очень давно. Юнити представила 3D-платформу Метакэст для спортивных трансляций в реальном времени. Это новая технология для захвата и анализа спортивных движений в реал-тайм режиме. Спросите, ну и чего тут такого интересного? А вот что. При просмотре зритель сможет сам выбирать ракурс, угол обзора и прочее. Вот вам и интерактивчик подъехал. Для демонстрации возможностей Юнити сотрудничали с бойцами UFC по смешанным единоборствам. По словам разработчиков, захват движения идет около 5 миллионов вокселей в секунду. Трансляция скорее всего начнется со следующего года. Autodesk выпустил крупное обновление Arnold 7.0. В новой версии включили поддержку лутов всех форматов. Вау! В то же время внедрили новые инструменты управления яркостью. И для каждого RGB компонента появились отдельные настройки кривой. О, а вот это уже интереснее. Представили поддержку одновременного рендеринга сцен, что позволяет предварительно просмотреть итоговую картинку. Еще для улучшения качества шумоподавления добавили технологии Intel Open Image Denoise. Кроме этого, обновили плагины интеграции для Cinema 4D, Maya 3ds Max, Katana, Yagudinia. И как всегда, повысили производительность. Еще самое важное, сократили использование памяти графического процессора на 50-60% в сценах, содержащих волюметрик. Все подробности по ссылочке в описании, друзья. Блин, надо быстренько обновляться. Вышло обновление Roomba 1.1. Для тех, кто не слышал о такой софте, не рассказываю. Программа предназначена для работы с анимацией. И конечно же, как и все, позиционирует себя лучшей в этом направлении. В последнем обновлении внедрили макет для выбора отдельных частей персонажа. Система автоматически связывается с контроллерами. И вслед за всеми программами появилась поддержка USD-формата. Ну и все. Еще незадолго до этого выпуска появилась функция блокировки камеры. Парочка улучшений при работе с кривой анимацией. В смысле, с кривой. Двигать кривую. Если у вас анимация кривая, там уже ничего не поможет. А также исправление ошибок. Ссылочка в описании. Состоялся релиз Armor Paint 0.8. Это программа с открытым исходным кодом для создания текстур. Напрямую конкурирует с Substance Pinder. В обновлении включили поддержку рендеринга с трассировкой лучей, добавили возможность управления декалями, а также теперь можно группировать слои текстур и использовать наложение масок. Ну и куда же без поддержки USD, а также плагинов интеграции с Maya и Blender. Помимо этого, появилась поддержка Mac OS и Linux, и в дополнение выпустили новые версии для приложения Android и iPad. Хоть софт и идет бесплатно, любой специалист может помочь в разработке, купив программу на Gumroad. Но делать этого, конечно же, никто не будет. Ссылочка в описании, дорогие друзья. Мы тут наткнулись на AR-приколюху по клонированию людей от Дениса Россиева. Художник решил доработать алгоритм Snapchat'а 3D Body Reconstruction, который строит трехмерную репрезентацию тела в реальном времени. Как пишет Денис, это что-то типа фейсмеша, только для тела и не очень точно. В итоге он немного стабилизировал алгоритмы и извлек из него проекцию текстуры так, чтобы ее можно было потом натягивать на других людей. Ссылка на линзу в описании. Стартанула ежегодная конференция Adobe Max. Продлится она до 28 октября. Да, всего три дня. Не так много, но программа довольно насыщенная. Трансляции в основном будут про экосистему Adobe 3D, Substance и развитие AR. А еще, что очень круто, пройдут занятия, на которых можно будет позадавать вопросы. Конечно, только на английском. Я буду говорить таким голосом под самый конец этого выпуска. Расписание смотрите по ссылочке в описании. NASA выпустила комикс о первой женщине по имени Кали, исследовавшей Луну. История, конечно, вымышленная. Чем они руководствовались, не ясно. Команда акцентировала внимание на объединении и привлечении интереса будущего поколения исследователей. Повествование начнется с детских мечтаний о космосе и дойдет до того, что Кали попадет в космонавты. Причем комикс не простой, а с AR-дополнениями. Так что это не простой очередной журнальчик, а офигенный интерактивный контент для детей. В отдельном мобильном приложении можно будет исследовать Луну вместе с персонажами. Ссылочку оставили в описании. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите обязательно в наш телеграм-чат и закидывайте свою, даже если это ушлепочную работу в наш пост, где мы выкладываем его практически каждую неделю. Таким образом, вы попадаете на бабки, точнее вот сюда, во вдохновение. Обязательно ждите ролик в пятницу, там мы приготовили кое-что интересное, что позволит нам выпускать ролики все чаще и интереснее. В общем, да, не буду рассказывать все детально. В общем, классно во всем настроении, Россия и СНГ, и до новых встреч, друзья мои. Да, не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok